В группе симфонии концертной Амадея Моцарта мы будем с вами путешествовать по Зальцбугу и Вене. Вот мы видим Вену, собор святого Стефана. Вообще, если вспомнить немножечко историю Австрии, ведь это где-то с 13 самозарождения Вены, Зальцбург ведет свое рождение с 7 века, а Вена несколько позже. И вот, что интересно, всесильная власть династии Гамбургов веяла над этим городом в течение 6 веков, вот с 13 века по начало 19 века. И мы знаем, что была такая империя Австро-Венгрия, куда входили очень многие земли. А ведь с 7 века началось заселение земель славянами и германцами, но в то время входили туда и Словения, и Словакия, и Венгрия, и город Босния-Герцеговина, и даже часть Украины. То есть это была огромная империя. И фактически она пала где-то в 1918 году, когда перестало само существование вот этого государства, империи Австро-Венгрия. И поэтому здесь очень смешанная культура, куда вошли вот эти вот корни всех-всех названных народов. Вот собор Венесона, собор святого Стефана. Это уже 16 век, это один из самых красивых же таких храмов в центре города. Можно дальше. Это у нас вот эта резиденция, оперный театр Бургхоф, так называемый. И здесь, что интересно, конечно, мы дальше будем слушать. В Венской опере масса интереснейших премьер состоялась. Композиторы, которые работали в Вене, почти все невозможно перечислить. Это и кроме вот уже слышанных вами Гайдена, причем там Гайдена два брата, вы помните, да, Михаэль Эль и Йосеф Гайден. Это, конечно, и Маду Бетховен, это и Брамс, это и кроме Моцарта целая, как говорится, династия Штраусов. Вы помните, да, их было трое Штраусов. Вот этот вот, значит, театр, который ставил очень много оперных спектаклей. Мы сегодня даже послушаем некоторые отрывки из оперных спектаклей, которые, например, постоянно ставились в Венской опере. И, конечно же, вот такое кустонаселение разными народами, разными истоками создало вот так называемое понятие венского стиля, потому что он где-то немножечко разнолигий. Ну, как я вот и говорила, венция не веселый, какой-то народ веселый, любит собираться, любит, недавно там возникли именно на этой почве и династия, возникла династия Штраусов. Вот, конечно, венция особый народ. И сама, вот, например, да, можно показать, вот, сама ситуация, когда возникают вот такие парки, где вот эти колеса, где обозрение, так называемый, рис and roll, это обозрение всей вены с этого колеса, наверху поднимается, все смеются вокруг, шумно, весело. Вот этот рядом парк, в который очень любят венцы ходить. Вот этот вот рис and roll. А, да. И, конечно же, Вена полна всевозможных соборов, очень красивых соборов. Идешь по, например, по улице, вдруг видишь, написано, кафе Штраус, или рядом по узким улицам Вены, или же Шуберт. Тут обедом Шуберт. Представляете, это уже целая история. Шуберт, проживший всего недолгую жизнь, 30 лет, написал огромное множество произведений. Он рассказывает, что он в кафе имел всегда какие-то бумажечки, салфеточки, и вечно он что-то писал. Потому что он создавал прямо, что называется, на леду у него возникали гениальные опусы. И вот идешь по улице и видишь вот такие названия. Знаете, все внутри сжигается, потому что, конечно, это удивление вызывает, восхищение. Вообще, город очень Вены широк. Вот если в Сальцебурге не чувствуется вот этого простора, а там как-то он такой уютный весь, то Вена, она широкая на вот этой резиденции Габбурга. Вот мы сейчас видим дворец Шонбрум. Это знаменитый дворец, где в XVIII веке построены, шикарные, прекрасные здания с парковым комплексом таким. И здесь, внутри этого здания, все оборудовано под стиль Рококо. Очень красиво. Конечно, экскурсии постоянные, как говорится, в эти дворцы. Это те самые дворцы Вены, которые так, все знают, у нас стремятся войти. И там же рядом собрание удивительных, живописных таких шедевров. Мы часть будем их видеть обязательно. Можно дальше. А вот сейчас мы увидим... Да, это еще раз. Мы запечатлеем этот облик. Вот, а это уже Зальцбург. Зальцбург, это дом, в котором родился великий Моцарт. Он даже немножко, знаете, производит такое странное несколько впечатления. Вот он находится в узкой средневековой улочке. Даже немножко, как бы, обшалпан так, чуть-чуть. Вот, видите, вот эта вот штукатурка влетела. Ну, венцы и Зальцбург, они настолько дорожат им и Моцарт, что они даже, в общем-то, мне говорили, что они как бы сохраняют в том первозданном виде, в котором было вот это здание в те времена. Хотя это немножко, как говорится, странно. Но зато Моцартхаус, вот, это дом священный для всех Зальцбуржцев. Кстати, сквозь Зальцбург, так вот, очень красиво расположенная, протекает река Зальцах. Вот это бурная река и очень чистая река. Когда там, это же была весна, казалось бы, талые воды с гор вообще, вот эти вот Альпы там прекраснейшие. И, вы знаете, тем не менее, эта река очень чистая, но ветрена. Вот на мосту идешь, и ветер достаточно сильный, чувствуешь это. Но вот эта атмосфера города совершенно, конечно, поразительная. Ведь город, вот, смотрите, это общий вид Зальцбурга. Это с высоты Хоензальцбург. Это высокий Зальцбург. Это крепость, которая построена на высоте 120 метров. И вот с этой крепости виден весь город. Мосты, река Зальцах, вот эти соборы. Конечно, удивительно. И вот, что интересно, вы обратили на внимание в программке? Сзади, вот мы попытались у вас дать представление, о памятнике Моцарту. Вот там, в Зальцбурге тоже есть памятник Моцарту. Ну, правда, на мой взгляд, более какой-то основательный, не только основательный, но, может быть, лучше по выразительности памятник, который располагается в Вене. Вот он вам дал программку из двух ракурсов. И вот вы заметили, наверное, что Моцарт стоит на постаменте, и там, прямо внутри памятника, огражденный решеткой, место, где запечатлен силуэт юного Моцарта, его сестры. Вот это тоже есть в вашей программке. Вот он белоснежный и прекрасный, этот памятник. И перед памятником огромный ключ скрипичный в виде цветов, цветочный ключ скрипичный. Очень красиво. Вот это одна из площадей Зальцбурга тоже, с фонтанами. Там вообще очень красивые эти площади, изумительные. Да. Очень много цветов. Очень красивые места. И вот видите, как бы в облаках парит крепость. Хойн-Зальцбург. И вот сейчас начинается вот здесь парковый комплекс. Один из самых лучших парков этого города. Называется Сад Мирабел. И немножечко вот там, сейчас не виден, я не знаю, будет, нет, нет. А вот еще раз. Только начало дворца, да. Вот в этом дворце, это была резиденция Зальцбургского. И это была резиденция, в которой вот Гамсбурге, как говорится, совершали свои действия. Это вот самое главное здание было в Зальцбурге. Но сейчас сохранено все внутреннее убранство этого здания. И там это первое и самое любимое место Зальцбург. Потому что здесь венчают, здесь расписываются, здесь совершаются браки. И потом невеста, вот мы видели, это было очень интересно. И когда мы гуляли по этому парку, то из этого прекрасного здания вышла пара в национальных костюмах. Надо сказать, что вообще Зальцбургши очень любят национальное свое. И вот в национальной юбке моя юбка немножко приближается к тому, какие любят вообще носить юбки. Но они более такие объемные, зарплужные. И, вы знаете, вот эта пара была очень красивая. Все любовались тому, что они вышли из дворца. И это было очень такое действо красивое. Их снимали. Вот это, значит, теперь дворец бракосочетаний. Ну вот гора, которые, Альпы, под которыми находится весь этот город, Зальцбург. Очень красивые Альпы. Да, а вот именно в Вене, именно в Зальцбурге часть коллекции находится замечательного художника 15 века. Это тот самый художник, который составил славу немецкого ренессанса и австрийского. Это Альбрехт Дюрер. И что интересно, одна из самых лучших коллекций находится в Вене. Володин этого художника, его скульптур, его гравюр. Надо сказать, что Дюрер создал около 200 гравюр в Володину. Вот тот портрет, который вы видели первым, это автопортрет. И, кстати говоря, Дюрер является одним из создателей, первым создателем автопортрета. Вот потом художники стали писать. И вот он в юности создал автопортрет свой. И потом уже, это 1500 год, когда он написал свой уже зрелый портрет, автопортрет, который мы сейчас видим. Альбер Дюрер. Его, вот эта картина, обратите внимание, Мадонна. Мадонна с зверями. Вообще Дюрер, он очень много различных сюжетов брал в своей живописи. Но очень часто он писал зверей, птиц, вообще природу, обожал природу. И вот обратите внимание, что Мадонна окружена всеми вот этими существами интересными. И Дюрер так пишет, Мадонна с зверями. Название этой картины. Знаешь, в таком даже несколько импрессионистском стиле. А вот этот вот портрет, это портрет Зайчихи. Он с радостью рисовал все сущее на земле. Очень интересный портрет Зайчихи. Вот Мадонна. Мадонна, ну этот образ прошел сквозь всю западноевропейскую живопись. С шестнадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого веков. Это вот портрет, сделанный Дюрером. Кортрет Мадонны. Мадонна с грушей. А вот этот фрагмент его, одной из самых великолепных картин, которая называется «Поклонение Троице». «Поклонение Троице» – это 1511 год. Это те времена, когда жил Микеланджело, Данте, Аликьери. В разных странах великие художники. Рафаэль. И вот это еще один фрагмент «Поклонение Троице». Это замечательная живопись, которая хранится в музее в очень большом количестве, вот в Австрии. А это четыре апостола. Четыре апостола – тоже фрагмент картины. Обратите внимание на лица. Спасибо. Спасибо. Я попрошу, вы помните немножечко, чуть-чуть шлифи и живопись Дюрера. У нас, все-таки, в наших собраниях недостаточно много вообще немецкой и австрийской живописи. И поэтому была такая возможность немножко вспомнить эти картины. Спасибо, Елизавета Васильевна. Спасибо большое. Да, теперь мы будем слушать музыку. И я хочу сказать, что вот, когда мы разговаривали о том, кто же жил в Вене, действительно, всех художников, музыкантов, композиторов перечислить нет возможности, потому что кто только ни был в Вене, по-моему, трудно назвать, композитора, который не стремился бы попасть в этот удивительный город. Он всегда носил название музыкальной столицы мира. Спасибо. У меня немножечко даже... Когда я говорила немножко о опере, то, конечно же, совершенно очевидно, что вся немецкая опера, австрийская опера и, конечно, прежде всего, оперные произведения на модели Моцарта, ставились и звучали на сцене в Вене. Шнур надо убрать. А, я думал. Шнур надо убрать. А, шнур, да, шнур мешает. На, будьте добры. И, конечно, это и произведения, написанные великим Вебера. Ну, мы все знаем, что Вебер – это великий немецкий композитор, и он оставил произведения, которые каждый из нас почти знает, слышал наверняка, это и волшебный, и стрелок, опера, которая была поставлена, это объявление. Это и варианты, и отрод оперы. И вот сейчас у нас есть редкая возможность послушать произведения, которые, может быть, не столь часто исполняются у нас. Я должна сказать, что это является произведением репертуарным для вакансистов, но все-таки достаточно редко звучит, ведь Вебер создавал, ну, все знают, конечно, его приглашение к танцу, симфоническое произведение, великолепную музыку, которая имеет тоже транскрипции для разных инструментов. Но вот мы сейчас будем слушать очень оригинальное произведение, которое так называется «Адажуо» и «Рондо» в венгерском стиле. Я хочу пригласить на сцену исполнителя нашего гостя. Играет Илья Каштан. А партию «Ротепиано» исполняет Ольга Б. Надо вам, наверное, Ольга, опустить, да? Или крышечку? Или так лучше? Да, опустите. Да, пожалуйста, не надо. Да, опустите. Так, стиль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 В исполнении анданте и лондоне в мерцовом стиле Карла Леонтелли. Сейчас мы услышим еще несколько произведений. И из тех, которые идут тоже на сцене оперного театра в Вине. Я ей веду сцену и арию Аиды из оперы Аида. И коренного австрийского композитора Гугу Вольфа, который является создателем целого ряда замечательных романсов и песен. Австрийского композитора Гугу Вольфа, который жил в начале XIX века и оставил очень много после себя великолепнейших произведений. Так же, как вот идешь по Вене и в маленьком предместье Гринцки, куда очень любят венцы заходить, в маленьких уютных кафе. Проходив мимо этих кафе, мы вдруг наткнулись на дом. Во дворе, ну, нас что вначале поразило, стенд небольшой, весь уставленный, как вы думали бы чьим, штопорами, которые открывают бутылки. Все возможные штопоры, всевозможные модификации, это было даже что-то невероятное, мы просто как-то остановились в полном недоумении, решили зайти во двор. И во дворе вдруг видим табличку. Здесь жил австрийский композитор Роберт Штольц. Вот его дом, вот помещение, где он работал, стоит ваза с цветами и табличка с его рельефом. Очень интересно. А в преддверии вот такая выставка штопоров. Вот сама вена, она такая вся партоксальная и очень интересная, и неожиданная, очень неожиданная. Ну, я сейчас хочу пригласить на сцену Галину Бедзюцкую. Просим. А партия фортепианы исполняет Елена Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот после того, как ты попадаешь во множество музеев, вообще в Западной Европе, в Италии, во Франции, Германии, Австрии, там, где огромное множество великолепнейших работ кисти художников, которые поклоняются Мадонне, образу Мадонны, очень многие работы посвящены. И вот сейчас вы услышите тоже произведение, которое посвящено образу Мадонны. Вот у Альбректа Дюрера мы видели Мадонну, Мадонна с грушей, так называлась картина, которую мы сегодня смотрели. А здесь Мадонна, которая написана на стихи Данте, называется сонет. Вот я его написала после посещения одного из музеев. Итак, сонет на стихи Данте. Татьяна Смирнова исполняет Галина Петюцкая и Хармена Петрова. Татьяна Петюцкая и Хармена Петюцкая Татьяна Петюцкая и Хармена 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 Петюцкая и Х Ветер славит. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Жизнь, традиции русской поэтики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА